Длинный декорат – вещь ленивая, поэтому строится он в невозможно короткие сроки, техническими усилиями, людей, множество людей, не столько сотен людей в конечном счете. И ради чего? Ради того, чтобы в конце июля счастливые посетители фестиваля имели возможность поднять по ленивой лестнице, постоять на ленивых террасах и посмотреть отрезок на ленивый берега. Наверное, это и есть суть этого объекта. Не торопясь подняться, кинуть взгляд вокруг и так же не торопясь спуститься, понимая, что в общем-то можно уезжать. Ленивый декорат – третий высотный объект ландшафтного парка «Версаль». Самый первый бельведер – ротонда, была построена Александром Бродским на архостоянии 2009 года. В 2010-м Борис Бернаскони возвел второй высотный объект – арку, соединившую в себе портал, триумфальную арку и башню. Завершит историю бельведеров «Ленивый декорат» проектной группы «Полидизайн». Мы с Николаем Калошиным из студии «Полидизайн» проектировали этот объект как «Ленивый декорат». Ленивый, потому что он в «Ленивце», потому что он несколько равноватых очертаний, несколько слегченных силуэтов. А «Декорат» – потому что в конечном счете это и есть «Декорат». Это пирамида с меняющимися уровнями в зависимости от высоты их расположения. Самое главное в этом вопросе – не то, что он бельведер, не то, что он безаккурат, не то, что он «Ленивый», а то, что он чудесным образом строится. Строится он усилиями массы замечательных творческих людей, и тех, кто придумывает это, и тех, кто организует это, и тех, кто обеспечивает эту организацию. Самое главное – тех, кто реально собирает делу на объекте, те, кто заготавливает лес, те, кто ходит бревна, те, кто свозит их, собирают это. И вот, собственно, «Интер» – это и есть их продукт, это и есть некий «Декорат». И теперь – обязательно.